И о ситуации в Херсонской области больше узнаем от депутата Херсонского областного совета, военнослужащего вооруженных сил Украины Сергея Хлань в нашем эфире. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, мы из Украины, Херсонщина это Украина. Слава Украине. Героям слава. Сергей Владимирович, жители Херсона и области сегодня сообщают о взрывах в городе и населенных пунктах. Можете уточнить, что взорвалось на этот раз? Ну, точной информации еще нету, но наши вооруженные силы абсолютно точно и последовательно уничтожают склады оккупантов, которые находятся абсолютно по всей области, уже нет безопасного места у оккупантов, где бы они могли разоружать свое вооружение, где бы они могли хранить свою технику в большом количестве. И те переправы, которые через Днепр, которые абсолютно сейчас непригодны для переброски большого количества техники и вооружения, не позволяют оккупантов доставлять в нужном количестве это к линии фронта. А наши вооруженные силы абсолютно последовательно сейчас уничтожают все то, что находится ближе к линии фронта, это так называемые полевые склады, полевые запасы оккупантов. Работает наша авиация ежедневно, и это мы видим в сводках вооруженных сил. А работа нашей авиации – это как раз то следствие того, что системы ПВО, они на сегодняшний день, которые находились на правобережье, они благополучно уничтожены нашими вооруженными силами. Поэтому авиация заходит и отрабатывает как раз линию фронта, отрабатывает скопления и полевые склады оккупанта. И тем самым мы получаем то преимущество, которое на сегодняшний день есть у нас на Южном фронте, как раз на фронте Херсонского, можно так сказать, уже направления. Сергей Владимирович, а как Вы прокомментируете падение опоры линии электропередач в районе Чаплинки, которое произошло? Ну, оккупанты же, знаете, как они браво говорили с мостом, что вот мы мост отремонтируем и мы его запустим, и даже отчитались о дате, когда они запустят мост, то в этот мост Антоновский окончательно прилетел, и он был разрушен. Точно так и тут оккупанты еще вчера браво заявляли о том, что Запорожскую атомную электростанцию они переподключат к системе, энергосистеме России как раз через линию ЛЭП, которая проходит вот по Чаплинской трассе в сторону Крыма от Каховки. То есть она соединяет как раз Запорожскую атомную станцию, Каховскую гидроэлектростанцию, и эта линия направлялась на Крым. То вот как раз после того, как они браво отчитали, что это все переключат и соединят с общей системой, эта опора вот сегодня и упала. Но мы же понимаем, что сама по себе она не падает, и опора – это довольно-таки сложное архитектурное сооружение, которое повалить очень непросто. Поэтому, я так понимаю, это абсолютно точное попадание нашей артиллерии для того, чтобы как раз сделать невозможными планы оккупантов. В последнее время как раз вооруженные силы и артиллерия абсолютно рушит все планы оккупантов, которые они пытаются строить. Да, и тем не менее, оккупационные войска сейчас тоже стреляют по территории Украины, в частности, из Херсонской области. Появилось в сети видеоградов, которые выпускали оккупационные войска из оккупированной новой Каховки. Расскажите, известно, какие цели были у этих реактивных установок, и есть ли пострадавшие в результате этого обстрела? Окупанты очень часто, прикрываясь мирным населением, начинают использовать свои системы залпового огня. Они якобы рассказывают, что это работает система ПВО, ну так как бы в своих пропагандистских телеграм-каналах. Они говорят, мы отрабатываем, и работает система ПВО. А стреляют они абсолютно на правобережье, стреляют по линии фронта. А вот как раз вот эти обстрелы, может быть, это и есть те обстрелы, которые сегодня мы видели, попадали и на Запорожскую атомную станцию. Я не исключаю, потому что это находится, в принципе, в досягаемости как раз системы залпового огня. А в том же городе Херсоне оккупанты тоже очень часто используют. Вот есть такой микрорайон «Остров». Это такое, знаете, соединение спального района с промышленной зоной. И там оккупанты тоже разместили свои системы залпового огня и противовоздушные системы. Но они стреляют оттуда смерчами и ураганами, понятно, прикрываясь жилым массивом. Но рассказывают, что это работает система ПВО. Якобы жителям говорят, вы не переживайте, все нормально. Это работает система ПВО, а фактически работают смерча и ураганы. А правда ли, что вражеская авиация тоже активизировалась? Вражеская авиация активизировалась, но наше ПВО, слава Богу, ее абсолютно четко сбивает. И как раз вот после удачного, скажем так, перекура российских военных в Крымском аэродроме, аэропорту военной техники, то этих как раз налетов стало гораздо меньше. Поэтому я думаю, пусть военные Российской Федерации почаще курят и меньше будет авианалетов. Сергей Владимирович, расскажите о ситуации в оккупированных населенных пунктах и тех, которые находятся сейчас на линии фронта. Была информация о том, что в очередной раз обстреляли на Воронцовку, которая находится, собственно, на линии фронта. Какая там ситуация? Есть ли разрушения и жертвы? Ситуация очень сложная. Оккупанты разрушают абсолютно все те села, которые им пришлось покинуть, которые освобождены нашими вооруженными силами. Они их просто сравняют с землей. Это опять-таки в той же нечеловеческой практике оккупанта, что они применяли и в Киевской области. То есть, уходя, они уничтожают абсолютно все, что оставляют. И на линии фронта уничтожают абсолютно всю инфраструктуру. И люди, которые в основном уже покинули и эвакуировали из серой зоны, из населенных пунктов, которые практически сравнялись с землей, но тем не менее остаются там некоторые, одна-две семьи на село, которые категорически отказываются уезжать. И вот здесь основная задача, им очень много помогают, там и благотворительные фонды, и администрация в том числе помогает тем, что привозят им продуктовые наборы. Ну вот есть люди, которые категорически отказываются уезжать, и они есть практически в каждом населенном пункте. Сергей Владимирович, херсонские коллаборанты на пропагандистских Росканалах уже рассказывают сейчас, что в результате ударов вооруженных сил Украины по мосту на Каховской гидроэлектростанции, этот цитат, вот, бросили один единственный камушек. Какие на самом деле разрушения на этом мосту? И произнают ли сейчас переправа для военной техники? Для военной техники нет, и военная техника не перемещается, особенно тяжелая военная техника, бронированная техника, она не перемещается, и на сегодняшний день там невозможно перевозить боеприпасы. И это была основная цель как раз наших вооруженных сил, нашей артиллерии. Гражданский транспорт, как мы видим, абсолютно проезжает, легкий транспорт проезжает, а как раз тяжелое вооружение и техника на сегодняшний день не может перемещаться на правобережье ближе к линии фронта. То есть вот это вот большое количество батальонно-тактических групп, о которых отчитывались, да, и наша разведка тоже их отслеживала, Российской Федерацией, которые перекинули на правый берег для того, чтобы усилить свою позицию по линии фронта. И даже говорили о том, что якобы они там собирались наступать. Ну, я понимаю, что все-таки в любом случае это было просто усиление. То на сегодняшний день вот уже вот эта группировка, она находится в таком своеобразном мешке, потому что доставка боекомплектом к ним затруднена. И не только боекомплектов, а и продовольствия. Потому что все-таки большое количество военнослужащих надо кормить. И так просто, знаете, там, я кто скажу, нигороды не накормишь, а все-таки нужно питание. Это питание они поставлять на сегодняшний день в нужном количестве тоже не могут. Поэтому вот у нас есть такие преимущества на сегодняшний день. Да, и на сегодняшний день в Херсонской области продолжают говорить о том, что собираются проводить так называемые эти референдумы. Окупанты в области пытаются налаживать связи с местными жителями. Говорят, раздают гуманитарную помощь. И в Херсоне даже заманивают на этот референдум доступной ипотекой на жилье. Можете ли подтвердить эту информацию? И понимают ли люди, что это очередная манипуляция оккупационных администраций? Окупанты продолжают манипулировать общественным мнением, раздавать свои газеты, листовки. Рассказывают о том, что они списали кредиты. Все, которые были у людей в украинских банках, больше никто никому ничего не должен. Сейчас раздают новые реквизиты для оплаты за свет. И снизили оплату за свет вдвое. А те, кто был должный за свет и за газ, сказали, что они больше ничего никому не должны. И продолжают заманивать своими 10 тысячами рублями и оформлением российской пенсии. Распространяют свои пропагандистские листовки и газеты. Но вместе с этим работает и наше движение сопротивления, так называемые партизаны в Херсонской области. Вернее, не так называемое, а партизанское движение, будем говорить прямо. Которое усиливается с каждым днем. И которое тоже раздает листовки и расклеивает листовки. Говоря о том, что когда ты берешь российский паспорт, ты совершаешь преступление, автоматически отказываясь от украинского гражданства. Ты автоматически становишься человеком третьего сорта. Ты автоматически берешь на себя ответственность десятки тысяч смертей, разрушенных домов, насилий и всего того, что происходит на сегодняшний день в связи с войной со стороны российской оккупационной власти и Российской Федерации. Это говорит о том, что ты, взяв российский паспорт, можешь быть мобилизирован. И точно так, как мобики с части Донецкой и Луганской области, стать пушечным мясом. Потому что именно так они и используют так называемых мобиков. Поэтому партизанское движение очень сильно ведет как раз против действия вот этой российской пропаганде, которую продвигают расисты. И хочу сказать вам, есть результат. Потому что настроение наших людей в оккупированной территории довольно-таки бодрое. И даже тех, кто соглашаются, и есть действительно случаи, когда берут российский паспорт, то этих людей настолько мало, что расисты в своих намерениях провести референдум уже молчат о дате. И я 100% уверен, что они ее будут переносить. Потому что к 11 сентября они просто банально ничего не успеют сделать. Они провалили организацию процесса. Это раз. А во-вторых, они провалили лояльность к самому референдуму. Потому что люди не хотят никакого референдума. Люди не приветствуют оккупанта. И направление для оккупанта у людей не меняется. Оно вслед за российским кораблем. Сергей Владимирович, хочется, наверное, поблагодарить всех тех, кто принимает участие в этом движении сопротивления за их опасную в нынешних условиях работу. Спасибо вам большое за оперативную информацию о том, что происходит в Херсоне и в Херсонской области. Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, военнослужащий Вооруженных сил Украины, был с нами в прямом эфире «Фридома». Продолжение следует...